На подмосковном картодроме Маяк состоялся 21-й этап традиционного кубка СВС Аймол Маяк Джуниор Кап. В нём принимают участие юные пилоты в возрасте от 8 до 14 лет. Нешуточные баталии. Накал спортивных страстей у юных пилотов вполне взрослый. Да и опытных спортсменов, готовых биться за призовые места, среди участников достаточно. Как обычно, Уикенд включал две гонки, а вот их результаты оказались на удивление симметричными. Третьим оба раза пришёл 13-летний Константин Тюменцев. С победами в гонках история похожая. На высшую ступень пьедестала дважды поднимался Владимир Янченко. Была сложность только во второй квалификации, потому что попалась не очень сильная машина, но я сделал максимум. На данный момент Константин Тюменцев занимает 15-е место в российском рейтинге, а победитель гонки Владимир Янченко — 5-е. Причём удачные выступления в оставшихся этапах могут позволить ему подняться до второго места. А вот с серебряными призёрами всё-таки случилось какое-то разнообразие. В первой гонке второе место досталось Николаю Василевскису, а во второй — Алексею Мухину. До конца чемпионата осталось 4 этапа, по результатам которых определится победитель. В Ростовской области в окрестностях станицы Вёшенской состоялась Баха Тихий Дон, ставшая пятым и заключительным этапом чемпионата России по ралли-рейдам. В классе внедорожников интрига исчезла, не успев появиться. Главный конкурент лидера зачёта Владимира Васильева, выступающий на мини Денис Кротов, вообще не вышел на старт. В результате Васильев без серьёзной борьбы стал обладателем пятого титула чемпиона России и победителем не только в своём классе, но и в абсолюте. В зачёте грузовиков на старты вышли три команды — Камазмастер, белорусский МАЗ Спортавто и ГАЗ Рейд Спорт. Здесь сюрпризов тоже не случилось. Самой сильной предсказуемой оказалась команда из Набережных Челнов. Айрат Мардеев, Андрей Каргинов и Богдан Каримов заняли первое, второе и третье места соответственно. МАЗовцы сумели отбить только четвёртую позицию, на которой оказался экипаж в составе братьев Мурлёвых и Александра Шведа. Лучший результат ГАЗа — шестое место в грузовом зачёте, которое обеспечил экипаж Шкляева и Моисеева. В классе мото-вездеходов борьба получилась жаркой во всех смыслах. Одна из машин дотла сгорела на трассе. К счастью, обошлось без пострадавших. У Анастасии Нифонтовой гонка тоже не сложилась. За хорошим началом последовал обидный технический сход. В результате лучшим в классе стал экипаж Армена Пузяна и Кирилла Шубина.